Сегодня, 9 февраля, в России отмечается День гражданской авиации. О профессии лётчика или бортпроводника мечтают многие, но решаются связать свою жизнь с небом только самые преданные. Сегодня у нас в гостях Ольга Матвиенко. 15 лет она отдала служению этой профессии о том, как авиация становится судьбой. Сегодня и поговорим в студии программы «Утро». Ольга Николаевна, с праздником вас, во-первых. С праздником. И доброе утро. Спасибо, что пришли. Спасибо, Ольга Николаевна. Хотелось бы сразу спросить, как вы пришли в авиацию и как решили стать бортпроводником? Ну, это было, можно сказать, случайно совсем. И благодаря нашему тогдашнему генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу. Так. А вы знаете, как, почему? Моя подруга всю жизнь мечтала стать бортпроводником. Ну, я пошла с ней за компанию. Мы поступали. Она попала в первую группу, я во вторую. Ну, я захожу в кабинет, там сидит комиссия, поджилки трусятся. Ну, первый вопрос был, где находится наш генеральный секретарь, Леонид Ильич Брежнев. Ну, накануне как раз у меня папа смотрел телевизор, когда программа «Время» была. И я краем уха услышала, что он находится у нас в Краснодарском крае на отдыхе. И я просто подумала, все, спасена. Первый вопрос ответила. Ну, подруга моя не поступает, а я прохожу конкурс. Не обиделась на вас? Нет, до сих пор мы с ней дружим. И, слава богу, все нормально. Ольга Николаевна, я знаю, что и ваша сестра также стала бортпроводником, да? То есть, получается, такая почти семейная династия. Да, да. Это случайно я уже летала, потом мы один рейс с ней слетали, ей очень не понравилось. Она сказала, никогда не стану бортпроводником. Но судьба распорядилась немножко по-другому, и она 25 лет тоже отлетала. Скажи. И так это еще мало того, что она отлетала, она еще замуж вышла, и муж у нее тоже. Замечательно. Вот такая вот семейная династия. Скажите, а какие вообще есть требования, чтобы стать бортпроводником? И отличаются ли они от тех, что есть сейчас, от тех, что были раньше? Ну, я думаю, особо таких разницы нет. Ну, рост, внешность. Рост. А какой должен быть рост? Ну, не меньше метра. 70, это точно. А с чем связано, не знаете? Ну, все-таки длинные нолика. Чтобы было заметно пассажирам, кому, собственно, обратиться за помощью. Ну, все равно приятнее смотреть. Понятно. Ольга Николаевна. И медицинская комиссия, самое главное. Без здоровья никак. Вот мне всегда казалось, что бортпроводник, помимо своих каких-то основных обязанностей, он еще и необходим для того, чтобы успокоить пассажиров. Да, кто-то боится летать, кто-то, ну, я не знаю, просто в плохом настроении зашел на борт. И вот как успокаивали людей? И были ли какие-то нестандартные ситуации, о которых, допустим, помните до сих пор? Ой, нестандартные ситуации, в нештатных ситуациях, как Артем говорит, веселых, было море. Ну, вот одна, по-моему, такая, даже две. Ну, первая была, когда мне допуск давали на самолет, видимо, первый рейс был Краснодар-Геленджик, Ан-24, он летит где-то минут 15-20, и мне инструктор говорит, раздача напитков. Ну, я раздаю, болтанка такая, немножечко идет, как-то Артем говорил, создадим. Я открываю бутылки, наливаю в компотницы, это такие чашечки, раньше назывались компотницами, мне болтает, я прыгаю, все, обливается, я меняю компотницы, салфеточки, надеваю по новой все, беру поднос и начинает у меня коленки труситься, вниз идет, они болтаночка, мол, не сверкают. Я думаю, что я держусь за полочку с этим подносом, улыбка на лице, естественно, должна быть. Компот в руках, и уже прилетели, уже Геленджик, летели 15 минут. Я напоила их добросовестно, честно всех напоила, и обратно все, пассажиры ушли, потом оказалось, что я не должна была их раздавать, это они мне так проверяли. То есть вот такие вот бывают веселые пилоты. Ольга Николаевна, вы сейчас говорили о том, как проверяли вас, да, а вот сейчас, наверное, у вас будет возможность проверить нас. Вы подготовились. Сейчас, наверное, Артем у нас будет пассажиром. Пассажиром, конечно. А я буду бортпроводником, но, по крайней мере, попробую. Да, наш самолет терпит бедствия. Так, и... Салатурбулентности. Ну что? Перед нами сейчас находится спасательный жилет, который необходим при посадке самолета на воду. Да, совершенно верно, Ольга. Так, и, насколько я знаю, не нужно надувать этот жилет, вернее, надувать этот жилет, когда вы еще находитесь на борту самолета. Только тогда, когда вы вышли из самолета, вам необходимо его надуть. Надуть. А как мы его надуваем? А как? Я не знаю. Что? Что? Где? Я в воде. Нет, вы еще не в воде. Не в воде? Если в воде, вы уже потунете. Потому что не надувь. Вот это у нас, я правильно понимаю, баллончик с кублей кислотой. И если мы вот за это дергаем, ну, сейчас мы этого делать не будем, потому что, мало ли что, соответственно, жилет надувается. Все верно? Совершенно верно. А если в воде нам необходимо его поддувать, то есть клапаны поддува. Это вот эти вот такие вот странные такие ручки. Артем, как будешь поддувать жилет, если вдруг заканчивается клапанами поддува? Клапанами, наверное, да? Правильно. Что есть сил? Я буду дуть в эти клапаны поддува. Собственно, да. А как ты будешь звать на помощь? Чтобы напарник еще поддувал, если вдвоем вдруг что-то случится. А допустим, ты ночью. Или сразу вот два, да, нужно вставлять? Ну, поддуваешь, сколько тебе надо? Первый, второй. Два ты сразу. Все, я понял. Я понял. Ну, хорошо, то есть оно в разную сторону. Интересная конструкция. А что вот это вот за штучка? Ну, я так понимаю, что это нужно подавать сигнал, да? Да, то есть чтобы тебя было видно, чтобы тебя разглядели и смогли... Это ночью электрическая лампочка, а там вот сзади шнурочек под жилетом. За него можно дернуть, да, и лампочка загореться. Но мы не будем собирать. Ты там ночной время. Здесь и так ярко утреннее стоять. Но есть еще вот штука, которая должна подавать сигнал, правильно? Ну, попробуем. Понимаю? Я сейчас его опробую. Вот слабенько тебя не услышат. Я просто не хочу напугать зрителя. Хотя, друзья, просыпайтесь. Доброе утро. Ну, я надеюсь, что никому не понадобится, но если что, мы теперь инструктаж получили. Мы теперь знаем, как пользоваться вот этим вот замечательным спасательным жилетом, если приземляемся на воду. Очень внушительно. Я даже здесь чувствую себя в безопасности, на самом деле. Собственно, да. Ольга Николаевна, что бы вы пожелали всем вашим коллегам в День гражданской авиации? Ну, самое главное, я хочу пожелать им безоблачного неба, мягких посадок, чтобы количество взлетов и посадок всегда совпадало. И пусть их ангел-хранитель хранит их. И здоровье, конечно. Спасибо вам большое. С праздником вас. Спасибо большое вам. Ну, а мы напоминаем нашим телезрителям, что все интервью с нашими гостями вы можете посмотреть на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь. Скоро увидимся.